ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В выходные фестиваля Хворостовского вышли даже насыщеннее предыдущей недели. Суббота стала днём пьес композитора Сергея Рахманинова «Скупой рыцарь» и «Олега» по мотивам Пушкина. Наша опера «Олега» очень ранняя у Рахманинова. Может быть, отчасти это слышно, но музыка, мне кажется, настолько зрелая, меня она настолько вовлекает, настолько пленяет, что я не могу даже сказать, что это была его дипломная работа. Репетиции мы уже видели, но премьера на то и премьера. Выглядит и чувствуется всё иначе. Может, дело в костюмах, а может, в атмосфере. Всё-таки Дмитрий Хворостовский очень любил Рахманинова. И эти пьесы здесь не просто так. Мы делали этот фестиваль с большим уважением к Дмитрию Хворостовскому и вдохновлялись его любовью к зрителю. Мы старались сделать события того мирового уровня, которым славился сам Дмитрий. Мировой уровень – это уже было в воскресенье. В филармонии выступили победители международных оперных конкурсов. Это украинский баритон Андрей Кимач, лауреат конкурса BBC Cardiff Singer of the World. Того самого конкурса, который 30 лет назад выиграл Дмитрий Хворостовский, а затем получил мировое признание. Другие солисты вечера из Греции и России, а Красноярским симфоническим оркестром управлял американский дирижер Юджин Кон. И снова о символах. Где, как ни на концерте победителей конкурсов, объявить о ещё одном? Следующим летом в Красноярске пройдёт международный первый конкурс Дмитрия Хворостовского. Это особая премия, потому что это конкурс особый. Это конкурс не просто Красноярский оперный конкурс или Российский оперный конкурс, а это конкурс в памяти имени величайшего из певцов нашей современности. На конкурс соберут молодых исполнителей от 18 до 33 лет, а призовой фонд, внимание, 100 тысяч евро с головой хватит на профессиональное развитие. А теперь два слова об организаторах. Конкурс поддерживает личный менеджер Хворостовского Марк Хилдрю. Председатель жюри Дайан Золя, помощник директора Нью-Йоркской метрополитен-оперы по подбору артистов. Для будущих участников конкурса это прекрасная возможность заявить о себе как представителям таланта молодым Красноярского края, других регионов России, так и молодым талантов всего мира. В программе на сегодня поэма «Отчалившая Русь», за которую Хворостовский посмертно получил Грэмми, а завтра Евгений Онегин от Театра Астана-Опера.